Московское время, 19 часов 3 минуты. Здравствуйте, у микрофона Сергей Королёв. Это «Своя правда». Сегодня будем обсуждать скандал вокруг публикации в МК статьи «Политическая проституция сменила пол». Скандал этот набирает обороты. Госдума приняла специальное заявление, требует извинений, настаивает на исключении главреда газеты Павла Гусева из общественной палаты. Редакция «Московского комсомольца упрёки» депутатов не принимает и ждёт извинений от Андрея Исаева за реплики в твиттере в ответ на статью. На этом фоне всплывают видео о якобы проплаченных сотрудниках МК, инициируются проверки интим-объявлений в газете, ну и так далее. Конфликт парламентариев и журналистов в студии РСН сегодня обсуждают автор статьи «Политическая проституция сменила пол» Георгий Янс. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. И депутат Госдумы «Единоросс» Михаил Маркелов. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте. Сразу запущу первое наше телефонное голосование, чью сторону вы занимаете. Георгия Янса и, соответственно, московского комсомольца. Тогда ваш номер 916-55-81. 916-55-81. Михаила Маркелова и, соответственно, депутата Госдумы. 916-55-82. 916-55-82. Не забывайте набирать код Москвы. 495. Мы, по традиции, заранее записали позиции костей. Давайте сейчас их выслушаем по алфавитному принципу первым слово депутату Госдумы Михаилу Маркелову. Сегодня информационное поле стало оружием массового унижения. И, вы знаете, в советские времена по идеологическим соображениям сталинские люди писали доносы. А сегодня через публичную клевету унижается честь и достоинство не только депутатов Государственной Думы, но и тех избирателей, которых мы сегодня представляем в Государственной Думе. Публичные извинения должны быть принесены не только со стороны автора статьи, потому что я такие извинения считаю бессмысленными, поскольку сам автор статьи наверняка не самостоятельный человек. Скорее всего, ему диктовали, что надо написать. И извинения должны быть принесены со страниц изданий, в том числе от главного редактора Павла Гусева. Примем мы их или не примем, я считаю, что сначала нужно сделать первый шаг и извиниться. Что касается судов и возможности идти в суды, и почему наши женщины-депутаты, которые были отказаны, не пошли в суд и не стали подавать заявления. Я вам хочу сказать, что сегодня так устроено законодательство, что любая попытка пойти в суд, связанная с такими вот публикациями, вполне возможно обречена на неудачу. Объясню почему. Потому что в газете «Московский комсомолец» работают тоже не дураки. Мы это даем себе в отчет. И прежде чем публиковать такую статью, она прошла лингвистическую, юридическую экспертизу. И сегодня юристы так обложили эту ситуацию в пользу газеты «Московский комсомолец», что юридически доказать что-то не представляется возможным. Но тем не менее, все равно этот путь, я считаю, тоже надо пройти. Я считаю, что автор статьи должен ответить сегодня за свои слова. Я считаю, что он должен аргументировать, чем он руководствовался, и в эфире вашей радиостанции как первый шаг принести изменения. И этого буду требовать. Если исходить из предположения, что я оскорбил женщин, то есть два пути развития событий. Первый путь. Оскорбленный депутат за женщину встречается со мной и набивает мне морду. Второй путь. Депутаты по себе утверждают, что в нашем обществе не хватает правовой культуры, что надо все вопросы решать в правовом поле. Значит, следовательно, если я оскорбил женщину публично, значит, эта женщина оскорбленная или ее доверенные лица подают на меня в суд. Суд признает меня виновным в оскорблении. Нет вопросов, я извиняюсь. Но, по сути дела, я себя виновным не считаю, так как никаких оскорблений не нанес. По двум причинам. Причина первая. Вопрос в статье шел не о женщинах. Там всего две женщины присутствуют в статье. Если кто-то внимательно читал, это Евгения Васильева, фигурантка уголовного дела. Другая женщина. Литературный герой «Любовь Яровая». Все. Точка. Больше женщин нет. Дальше идет разговор о политических деятелях, которые просто в силу своих гендерных особенностей носят женские фамилии. И я дал им не личностную характеристику, а политическую. Это Георгий Янс. Вы поддерживаете его? Тогда вы звоните. 916-55-81. Вы против? Вам ближе позиция депутата Госдумы Единоросса Михаила Маркелова. Ваш номер 916-55-82. Еще минуту будет идти. Голосование после подведем. Итоги после рекламы. И тогда же начнется основная часть дискуссии. Своя правда. Каждый выскажется. Обсуждаем скандал вокруг публикации в МК статьи. Политическая проституция сменила полавтора этой публикации. Георгий Янс в студии. И останавливаю я наше голосование. Вот результат. 85% округлим. 84,8. 85% аудитории поддерживают Георгия Янса. И позицию депутата Госдумы Единоросса Михаила Маркелова разделяет 15,2% аудитории РСН. В конце часа мы еще раз повторим это телефонное голосование. А пока можете выразить свое мнение на сайте русновости.ру. Там есть опрос на первой странице. Без труда его найдете. Через сайт же можно нам писать. В правом верхнем углу специальная кнопка. СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. И чуть позже будем принимать ваши звонки по номеру семь восемь восемь сто семь и ноль с кодом четыреста девяносто пять. И первый вопрос я бы хотел задать Михаилу Маркелову. Вам предложили два пути. Ну вот в своем вступительном слове Георгий Янс говорит, если обиделись, если вот вы испытываете такие вот чувства по поводу оскорбления женщин, ваших коллег, депутатов, то есть два пути. Это суд или морду набить. Вы какой выберете? Я бы с удовольствием, конечно, предпочел бы второй путь. Но учитывая, что мы находимся в правовом поле и я сегодня облечен властью, безусловно, это делать не буду. Тем более при свидетелях. Что касается первого пути, я в вступительном слове уже сказал свою позицию по поводу судов. О том, что ситуация выстроена таким образом, что, безусловно, статья не могла не пройти лингвистическую экспертизу. И, безусловно, юристы поработали над ней для того, чтобы нельзя было юридически обосновать в суде те или иные помыслы. А помыслы не являются у нас преступлением, которые автор, неуважаемый автор статьи, изложил своей... Вы знаете, я даже, честно говоря, вот думал перед нашим эфиром, жанр какой у публикации. Что это политический памфлет, что это расследование, что это аналитика. И, по большому счету, жанр такого существует, но это жанр пасквиля. По-другому это нельзя назвать. И вот я хочу сказать, что должно быть моральное право. Я сегодня здесь в студии не только как, точнее, депутат Государственной Думы. Я имею моральное право сегодня заявлять и говорить какие-то вещи с позиции журналистики. Потому что я порядка 20 лет проработал в журналистике. И я был не просто журналистом, я был человеком, который прошел все горячие точки, подчеркиваю, все, на территории бывшего Советского Союза. У которого есть определенное имя, который поработал в команде Артема Боровика. У которого был свой проект телевизионной нашей версии под грифом «Секретно». Я воспитанник старой школы журналистики, и мы никогда, никогда не позволяли себе подобные грязные выходки. Вопрос достаточно простой. Если вы такие честные, то будьте честными до конца. Если вы пытаетесь таким образом найти скелеты в чужих шкафах, вы свои тоже доставайте. Потому что сегодня главный редактор, а без главного редактора такие публикации невозможно. Издание «Московский комсомолец» является еще членом общественной палаты, я так на секундочку. Возглавляет комитет по СМИ. И здесь двойная ответственность за те публикации и за те материалы, которые выходят в газете, претендующих на то, чтобы формировать общественное мнение. Я уже сказал, что дикое совершенно время мы оказались живем. Постоянно вы кричите о политической цензуре, о цензуре в СМИ, которая не существует сегодня. И вы свободно публикуете ваши материалы. Но в сталинские времена, я вот подчеркну это, были доносы о том, что сегодня происходит, что не как публичные оскорбления, публичный донос. И это оружие массового уничтожения, унижения. Я об этом уже говорил. Я не защищаю сейчас депутатов Госдумы. Я защищаю сейчас наших избирателей. Потому что мы не назначены на тот или иной пост, на наш пост, который мы сегодня занимаем. А мы избраны. Хотите вы этого или не хотите. Михаил Маркелов, спасибо. Георгий Янс, автор статьи, о которой идет речь. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали несколько заявлений, которые были сделаны во вступительном слове вашего оппонента. Ну, во-первых, кто вам диктовал, что писать? Давайте действительно начнем с этого вопроса. Я не собираюсь отвечать за других людей. Я могу отвечать только за себя, за Георгий Янса. Чтобы было понятно, я не являюсь штатным сотрудником газеты «Московский комсомолец». Я из тех авторов, которые работают, ну, как у нас говорят, на договоре. Чтобы понять алгоритм появления таких статей, есть в «Московском комсомолеце» такая рубрика «Свободная колонка». В этой рубрике публикуются авторы, которые не являются сотрудниками НУК. И когда вот там говорят про заказ, про диктовку, то есть, понимаете, вот это от какой-то бессилия, то есть поиски каких-то конспирологических теорий, что кто-то там что-то придумал. Да нет, ничего здесь не было. У меня таких материалов. Вагоны, маленькая тележка. А гонорару за них получаете? Да, я, наверное, получу 11 апреля в порядке 1500-1600 рублей. В конверте вы сколько получите? Нисколько. Понимаете, вот не надо мерить... А почему не надо мерить? Других по себе. А почему по себе? Вы по себе судите. Я не по себе сужу. Ко мне какие вопросы? Вот ко мне лично какие вопросы? Возьмите, откройте мою декларацию о доходах. Стоп, стоп, стоп. Я публичный политик. Михаил Юрьевич, давайте договоримся. Меня спросили, дайте мне ответить. Я оппонирую вам. Вы не оппонируете, вы занимаетесь ОБС, одна бабка сказала. Я, по-моему, не интересовался. Минуточку. Сегодня в сети выложена информация. Да, ее надо проверять, я согласен. Где четко видно... Вы не видели это еще? Посмотрите внимательно. Где Марк Дейч, или человек похожий на Марка Дейча, обозревателя газеты «Московский комсомолец», ряд еще фамилий, там порядка шести, пяти или шести человек, не буду называть, получают деньги. Это зафиксировано на видеокамеру. Это стоит проверить, да. За те публикации, которые в том числе печатаются в вашей уважаемой свободной колонке. За статьи, подчеркиваю. Первое. А. За размещение объявления об интимных услугах. За целый пул. Второе. За войну в Южной Осетии, для того, чтобы занять позицию грузинской стороны. И третье. Там еще было несколько публикаций, связанных с экономикой. И, по-моему, вот по Марку Дейчу. Я сейчас все не вспомнил. Да, я только сделал оговорку, что... Люди похожи ей, я подчеркиваю. По-моему, Марк Дейч покойник, если я не ошибаюсь. Ну, это... Да, я подчеркиваю, что это информация, потом пройдемся. Нет, одну секунду, я просто хочу пояснить, что мы связывались уже с одним из фигурантов этого ролика, который, естественно, все опроверг. И, насколько я знаю, Павел Гусев, главный редактор газеты, уже обратился в правоохранительные органы, чтобы они проверили... Ну, они утверждают, газета утверждает, что это полностью сфабрикованное видео, чтобы вот оценку дали правоохранительные органы. Ну, естественно, это тоже вопрос, он должен заниматься правоохранительные органы, я, опять-таки, я на чем настаиваю? Если есть фактура, давайте эту фактуру обсуждать. Подождите, Михаил, ну что вы хотите? Вот вам только что Георгий сказал, что он никакого конверта не получит за этот материал. Ну, я же не говорю, что он получит, я задал вопрос. Вы спросили, вы спросили, он ответил. Ну, хорошо, если вы публикуете свою позицию, претендуете на то, что это позиция авторская, а газета эту же позицию транслирует, соответственно, ответственность кто несет? Я понимаю, это хитрая схема. Какая пиншуша, что ищет хитрые схемы? Ну, понятно, что вы не являетесь... Я же не являюсь... Конечно. Я печатаю из нескольких изданий. Это понятно, вы... Еще никаких проблем. Ну, а дальше что? Я не могу понять. Объясняю. Не являясь штатным сотрудником, таким образом главный редактор себя в какой-то степени может обезопасить. Он может сказать, что это авторская позиция человека, который нас на договоре пришел, опубликовал. Все, он является штатным сотрудником. Я готов нести ответственность, я готов нести ответственность, любую ответственность за свою позицию. Готовы? Конечно. Тогда извинитесь. Будьте мужчиной, извинитесь. За что извиняться? А вы не понимаете? Делаете вид, что вы не понимаете? Я не понимаю. Вы мне даете, во-первых, это сказать? Можно, если я доскажу? Пожалуйста, Георгий. Потому что здесь постоянно идут какие-то домыслы, конспирологические теории ваши и так далее, и так далее. Никаких теорий нет. Здесь это моя человеческая позиция. Если вы так внимательно читали мою статью, то, наверное, бы вы обратили внимание, что ваше благородство, мужское, в кавычках, носит избирательный характер. Вы защищаете только женщин с мандатами. А там еще фигурирует, стоп, фигурирует еще женщина по имени Ирина Бергса, которая не является депутатом, но по которой я прошелся еще жестче, чем по другим. Вы почему-то так вот прям все прониклись, какие бедные там матери и жены, а об этой женщине как будто ее не существует. Я вам объясню. Все очень просто. Естественно, я объясню позицию. С Ириной, я надеюсь, у меня в ближайшее время состоится встреча. Мне важно понять ее тоже отношение и реакцию на вашу публикацию. У меня была возможность, естественно, поговорить и с Лаховой, и с Яровой, и с Ольгой Батальной. Опять-таки, мы обсуждали никакой плохой автор статьи. А я спрашивал, вы готовы будете идти в суд? Я вам ответил, да. Не вы, не вы. Я, я, я. Я спрашивал депутатов. И мы сидели тоже с юристами, этот вопрос прорабатывали, и будем прорабатывать. Но, понимаете, вот вы все время пытаетесь сказать, что это моя личная позиция, это моя личная позиция. Моя чья позиция? Это у вас коллективная позиция. Закон, минуточку, не коллективная позиция. Вы голосуете. Подождите, я еще раз. Я разговариваю с вами не только как депутат Государственной Думы, а как человек, который знает, как формирует общественное мнение. Что такое редакционная политика, я прекрасно понимаю. И без редакционной политики невозможно бы было появление таких статей, как ваше. Как в статье Белковского с нападками на православную церковь. Вы говорите о конспирологической теории, а я вам говорю, что есть факты. Это целая система, которая выстроена сегодня в работе. Перед вами сидит автор, который говорит, что нет никакой. Послушайте, вот с автором вообще, я вот считаю, что тут бессмысленный разговор. А что пришли тогда? Потому что вы... А что пришли тогда? Я пришел заставить вас извиниться. Да? Элементарно, да. Потому что как автор... А почему мне вас не заставить извиниться? Потому что... А мне не заставить извиняться. Вы уверены? Я не вел себя так, как другие депутаты, если вы имеете в виду кого-то еще, да? Но вы же его поддерживаете? Подождите. Извиняться за то, что я поддерживаю? А вы словом. А это другое дело абсолютно. Разные вещи. Я за свое слово отвечаю. Но я еще раз подчеркнусь в чем бессмысленность. Потому что есть главный редактор, который является сегодня... Давайте остаться на Палаге. Нет, мы не оставим его в Палаге. Не оставим. Мы и вас не оставим в Палаге. Пригласите Палагу Гусева. Пригласили. Минуточку. Это тоже история. И приглашал его Исаев, он не пошел. И я его приглашал. И пока ответа нету. Посмотрим, может быть, этот ответ будет. Михаил, у меня два уточнения. Вы признаете, что автор статьи все-таки Георгий Янс, а не кто-то еще? Автор лично... Минуточку. Знаете, проверить это сложно. Но раз стоит его попись, естественно, Георгий Янс... Второй вопрос. Вы требуете извинений. Я бы хотел понять, на основании чего вы требуете извинений? Ну, в правовом поле, на основании какого закона? Подождите. Я сделал акцент, что есть одно дело, правовое поле. И мы вот ситуацию обсудили. Это очень сложно. Это сложная, очень тонкая материя. В данном случае я выступаю и требую извинений, как, знаете, вот было слово офицера раньше. Мужчины за женщину надурели, стреляли, с перчатку бросали. Эту перчатку либо поднимали, либо не поднимали. Но за свои слова отвечали. Мы сегодня... Вот я хочу провести пример. Очень любят вспоминать зарубежный опыт. И приводить все время, говорят, вот у них есть там такой опыт. Есть закон о дефамации, так называемый, да? Который, по большому счету, означает оскорбление словом. Что такое дефамация, да? Оскорбление словом, унижение словом. Естественно, очень тонкий водораздел между гражданской и уголовной ответственностью. Но, тем не менее, я хочу, почему на этом сделать акцент? Потому что за дефамацию, в Штатах он в 96-м году, по-моему, был принят, существует очень серьезная ответственность. И надо доказать единственный важный момент. Что та информация, которая была опубликована, адресная. Она не может быть безадресной, потому что названы фамилии. Если бы... Я приведу конкретный пример. Когда разгоняли демонстрацию полицейские в одном из городов Штатах. Быстрый очень пример. Полицейские обнили во всех грехах. И один из полицейских, Салливан, подал в суд на газету New York Times. Он не смог доказать своей вины газеты, потому что не было названного фамилия. Здесь есть фамилии. Здесь есть фамилии. Мы к этому вернемся. Давайте, Георгий Янс. У нас будет монолог депутата. Нет. У нас будет дискуссия. Сейчас вы ответите. Через минуту после рекламы. Ладно, давайте условимся. Нет вопросов. Будет ваше время. Михаил Маркелов, Георгий Янс. Я просто хочу сказать, почему я спросил по поводу извинений. Я проштудировал законы и не нашел ни один, где бы журналисты должны были за что-то приносить извинения. Есть 152-я статья. Не такой правовой практики. Да, не правовой практики. Нет таких законов. Есть речь, может идти речь об опровержении. Да, если это доказано в суде, публикуется опровержение. Публикуется статья человека, который обиделся, истца, который подал в суд. Но слово извинения, принести извинения, такого нет. Сейчас мы разлучимся на минуту. Напомню, мы обсуждаем скандальную статью в МК «Политическая проституция сменила полавтор» публикации Георгий Янс в студии и депутат Госдумы «Единоросс» Михаил Маркелов. Георгий, ну, так как не давал вам сказать Михаил, вот сейчас ответьте, пожалуйста, ему. Вообще, как родилась статья о фактуре, откуда она, как вы ее подбирали? Можете ли вы ручаться за то, что каждое слово перепроверено, что это правда? Ну, вы понимаете, я уже это, наверное, буду десятый раз повторять, но, тем не менее, повторю. Статья была в черновом варианте, но у меня совсем другая. Там фигурировал и господин Исаев, там фигурировал Павел Астахов, естественно, понятно, по каким причинам. Я вам даже позволю буквально в 10 секунд процитировать абзац про Андрея Исаева. Андрей Исаев. Школьник, студент, анархист. Социал-демократ, единоросс, непримирим к врагам импирии, громко любит родину, отель в Германии. В этой биографической цепочке по Жванецкому пропущены два звена. Суд и Сибирь. Может быть, что-то в консерватории подправить. Вот такая была. Если говорить о творческой кухне, то есть меня фамилия Яровая сразу натолкнула на пьесу «Любовь Яровая». Я ее перечитал, я до этого, честно скажу, ее не читал. И вот эта пьеса стала для меня точкой отсчета, что, в общем-то, если там раньше женщины за идеалы, пусть они правильные, неправильные, светлое будущее, готовы были там придать, сдать мужа, то в сегодняшней ситуации востребованы женщины, знаете, которые из хранительницы очага превратились в охотников и добытчиц. То есть они занимают свое место под солнцем. А в этой охоте и добыче любые средства хороши. И здесь я просто хотел бы вернуться вот к такому моменту. Они очень любят говорить о двойных стандартах, в частности. Они это кто, извините? Михаил Юрьевич, вот здесь есть фраза. Вообще-то мы все в одной стране живем. Они очень любят говорить. У нас разные страны. Нельзя путать свободу слова. У вас-то, да, наверное, у вас другая страна. А я не сразу говорю, что у нас разные страны. Я в России родился, вырос, все мои предки жили в России, никогда никуда не уезжали. Михаил Юрьевич, можно я доскажу хоть один раз? Ну попробуйте. Вы видите, что нельзя путать свободу слова с фольницей на зоне, и нельзя жить под понятием и двойным стандартом. Дальше у меня маленькая цитата. Вы, как последние проститутки, ложитесь за деньги под любого руководителя. Вы все ложились под Брежнева, Горбачева, под Ельцина и Путина. Я завтра въеду в Кремль, и все вы будете лежать. А я буду плевать на вас и вытирать ноги. Ну, допустим, вы, наверное, догадываетесь... Это сейчас цитата-то. Вашего коллеги по Думе, вы ему морду не били после этих слов? Вы знаете, я почему должен бить морду? Вы же возмущены, обидели женщину. Ну, чего вы все равно не в ту плоскость куда-то уводите? Это ваша плоскость, моя плоскость. Извините, вот я вам привел цитату вашего коллеги-депутата, сказанную ровно год назад. Вы считаете, что вообще профессия журналистики, она моральная или аморальная? Моральная, конечно. Моральная. Я за каждое свое слово отвечаю. Моральная, да? Хороший ответ. Тогда следующий вопрос. Можно я закончил без ваших вопросов пока? Я закончил свою тему. Но вы вроде как закончили. Я просто вам рассказал, что вы считаете это нормальным поведение вашего коллеги Жириновского? Вот вы, да или нет? Просто не надо там без этих слов. Вы считаете, что... Я считаю, что... Нет, да или нет? Не надо мне длинный... Это как на экзамене, на тест. Да или нет? Вы считаете нормальным такое заявление депутата Госдумы? Отличие. Стоп! Да или нет? Нормально. Для Жириновского это нормально. Для Жириновского это нормально. То есть, а моральность поведения это вы считаете нормальным? Вы поставили... А таких Жириновских там дитяток. Подождите, вот Жириновский оскорбил женщин? Да, да. А если Алла Пугачева это не женщина, так кто это? Алла Пугачева, я помню, это пусть подаст в эфир. Я закончу вопрос. Вы считаете профессию аналитика моральной? Нет, я дальше продолжу. Нет, подождите, теперь уж я продолжу. Вы считаете моральной. Хорошо. А вот с точки зрения вашей морали вы, публикуясь в газете, где на одной полосе публикуются статьи, одна подчеркивает полоса о Театре Вахтангово, о детском школе, вот сегодняшний номер газеты, и тут же встык даются объявления об интимных услугах, причем проверенные телефоны. Вот поверьте, я сам лично взял и проверил, не поленился сегодня. И когда Гусев говорит, что мы помогаем правоохранительным органам, там половина по-русски плохо говорит. Там какие-то сядут мулатки, которые приезжают по вызову. Вот вы считаете, это нормально, у вас дети есть? Трое. Трое детей. Да. А представляете, ваш ребенок когда-нибудь откроет газету и увидит вашу статью на одной полосе с публикациями об интимных услугах. Вот как вы объясните, когда он маленький будет, взрослый уже понятно в своем мозге, он скажет, пап, прочитает, а это что такое? Досуг. А это что такое? Мулатки. Выезд. Ну, таких объявлений можно и в других газетах найти. Мы говорим сейчас о газете Московских комсомолиц, в которой вы публикуетесь. Да. И где на одной полосе публикуются материалы о культуре, и я хочу сказать, что первая газета, которая начала эти материалы публиковать, совершенно легально, если вы не знаете, это газета МК. Это газета Московских комсомолиц. И вот это политика двойных стандартов. Извините, уберу слово политику. Это как раз таки мораль двойных стандартов. Нет, какой это вообще не имеет ко мне? Только такой, что вы пришли в эту газету и опубликовали в этой же газете, которая не имеет никаких моральных принципов, сегодня, по крайней мере, опубликовали грязной паской. Понимаете? Слушайте, а если бы вот не было этой статьи, вы бы обратили, Михаил, внимание на эти объявления? Мы обращали внимание, более того, в прошлом созыве депутат Белоконев делал запрос. Сегодня мы просто решили объединить усилия, чтобы это был не один депутат, а группа депутатов. Михаил Маркелов, депутат Госдумы и автор статьи в МК. Георгий Янс в студии Русской службы новостей. Три минуты. Сейчас информационный выпуск. После продолжим. Своя правда на Русской службе новостей. В программе «Своя правда» автор статьи в московском комсомольце «Политическая проституция» сменила пол Георгий Янс и депутат Госдумы «Единоросс» Михаил Маркелов. Плюс семь девять два пять сто один сто семь и ноль ваши смски. Русновости.ру Наш сайт. Специальная кнопка в правом верхнем углу. Я сейчас предлагаю ответить Блиц на некоторые реплики наших слушателей. Георгий, первый вопрос к вам. Наталья, Георгий, без скандала нет известности. Вы этого хотели спрашивать, Наталья? Безусловно, нет. Чего же вы хотели? Выразить свое мнение, свои эмоции, если хотите, свой взгляд на происходящее в стране. Почему-то только в городе. Вы ждали чего-то подобного? Ну, в целом нет. Конечно, ожидал, что реакция будет более чем обычная, но господин Исаев просто эту реакцию усилил. Давайте по фактам конкретно. Где ложь, просит Никодим? Где Яровая взяла 500 тысяч долларов на квартиру? Почему она не оформила ее на себя? Пятидесятый спрашивает, почему нет конкретики? За что должен извиниться Георгий Янс? Спрашивает Пятидесятый. Михаил Маркелов, прошу. За то, что женщин сравнивают с проститутками. С политическими. Подождите. Подождите. Подождите минуточку. Я еще раз говорю. спроецируйте ситуацию на себя. Откройте, попробуйте сделать так, что вот оскорбили вашу жену. И ваши дети это прочитали. Какая реакция была бы? Можете спроецировать? Могу. Моя жена не даст повода. Я еще раз я еще раз говорю. Вы специально продумали все эти формулировки для того, чтобы сейчас можно было конечно это оскорбление. Все равно это оскорбление. Даже политическая проститутка напрямую сказана. А вы понятно, что напрямую не обозвали, но тем не менее мы все прекрасно понимаем, что имеется ввиду. Каждый думает о своей причине. Но вы не случайно этот термин. То есть вы считаете, что эти женщины политические проститутки. Ответите сейчас в эфире. Ну, в общем, да. Вы считаете, что они политические проститутки? Согласно словаре Ожегова, политическая проститутка это беспринципный политик, который меняет свои взгляды из корыстных... Интересно, а вот вопрос такой. Вот, например, Ольга Юрьевна Батальевна, Екатерина Филипповна Лахова с колоссальнейшим авторитетом. Обалденным. С авторитетом, между прочим. Обалденным. И с человеком, который лично курирует многие детские дома. А чего опускаете? Подождите, я предойду. Да, с серовой начнем. Нет, понятно, что вы начали за что зацепиться, найдя скелет в шкафе. А дальше зацепиться. Хорошо, я вам задал про другого человека фамилию. Баталину, ради бога, я вам сейчас тут же скажу Баталину. В июле месяце она говорила, что у нас нет условий для сирот, поэтому она с горечью в сердце требует... А при чем здесь политическая проститутка? Можно мне досказать? Вы мне не даете досказать? Она говорит, мы за ратификацию договора. Проходит полгода, получена отмашка сверху. И та же Ольга Юрьевна Батальна, кстати, самая достойная женщина, которая себя ведет в этой ситуации. Ситуация с сиротами совершенно не изменилась. Те же самые гнусные условия. Она уже за выход из этого соглашения. Потому что это веление партии. Это что, не проституция? Хорошо, вопрос. Это проституция. Хорошо. Гусев был, Павел, в партии КПСС и будучи секретарем, и будучи секретарем изгонял из ВЛКСМ известного диссидента, теперь уже диссидента, Кагарлицкого. Потом он был еще в партии у коммунистов, между прочим, когда... Потом был в другой, в третьей партии. Он проститутка политическая? Стоп, давайте отвечать за... Я напрямуюсь за вопрос. Какой? Он политическая проститутка. Гусев поменял несколько партий. Он политическая проститутка? Хотите, чтобы я вам сейчас с каких-то ваших лозунгов сказал? Почему с каких-то лозунгов? Это факты. Какие факты? Я думаю, что Гусев был в одной партии, потом в другой. При Лужкове он облизывал власть и любил ее. Когда у него были преференции, когда он был сейчас на ход, был человек имущества. Подождите. Мы Гусева обсуждаем или... В том числе, это главный редактор статей, в которой вы вышли. Я на тему... Обсуждаем только то, что касается лично меня и написанного мною. Все остальное я выношу за скобки. Но лично вас, как автора, обсуждать бессмысленно. Я еще раз подчеркиваю. Потому что я вашу личную жизнь не собираюсь лезть и узнавать, как и что. Ну а что пришли сюда? Теперь, теперь вы задали вопрос по поводу Ирине Ировой. Я не задал вопрос. И зацепились за квартиру. Я не... Стоп! Стоп! Минуточку. Вы изложили в статье факты? Нет. Изложили. Нет. Подождите. Дайте ответить, Георгий. Ни слова нет об этой квартире. Вы сейчас только что в эфире произнесли. Я сказал о другом. О смене политических взглядов из корыстных побуждений. То есть смена политических взглядов... Фраза корыстных побуждений. Каких корыстных побуждений? Я что, за это платили? Получил квартиру. Понимаете, я... Вы сейчас произнесли это в эфире. Вы сможете доказать, что она за свои политические взгляды получила квартиру? Нет, я сейчас... Получается так. Стоп! Ну, сейчас... Я еще раз говорю, что сменив партию бесперспективное яблоко на очень перспективное ведро, она стала иметь колоссальный карьерный рост, который сопровождался определенными материальными благами. Человек, который ни разу не избрался в Госдуму, а последний раз ей мандат подарил господин Медведев, вы мне это называете избранником народа. Вы сказали, что она получила блага. Это совершенно другое. Все, я уточняю. Получила блага? Я готов уточнить. Нет, получила блага, вы говорили про квартиру. Блага какие? Блага, это материальные блага. Я здесь... А зарплата 150-160 тысяч? Минуточку. Это государственная зарплата. Мы сейчас говорим о другом. Вот видите, вы все-таки не можете до конца сформулировать и ответить. Что? А знаете почему? А я отвечу. Потому что статья не носила в себе никакой глубинный смысл. Это, подчеркиваю, не расследование, не аналитика. Это просто наезд. По-другому подназывается. Вот говоря понятийным языком, как можно сказать, газета, это типичный наезд, который был у Белковского на РПЦ, который был до этого. И после того, как... Да, да. Вы мне показали знак. Я показал, но потому что мог ответить. Георгий, наезд вы говорите. А Георгий, прошу. Ну, если бы у меня была такая возможность, я бы наезжал на вас каждый день. А у вас всякая возможность есть. Вы используете эту площадку, ради бога. Никто не запрещает. И никто не отвечает. Ну, то есть, отвечает, естественно. Но когда идет политическая критика, да ради бога, критикуйте. Вопрос-то, мы же не стали цепляться за другие статьи. Эти публикации выходили в течение уже долгого времени и выходят, и критикуют эти люди, и ругают. Извините, извините. Можно меня ответить? Вопрос-то не в единой России. Что же вы все приступили? В единой России. Да какой вопрос сегодня в защите чести достоинства? Вопрос мужской чести, элементарный. Да перестаньте вы. Вопрос в том, что вы из свободы слова сделали жупел, то, что вы используете свободу слова... Перестаньте. Вот вы ее используете, и Гусев, в корыстных целях. И Гусеву есть что терять. Ему есть терять свой бизнес. Ему при нынешней власти, конечно, сложно. Уже. Опять, я могу отвечать только за себя. Отвечайте за себя. Я еще раз назвал... Вы честный журналист, я уж понял. Да, в общем, да. Вы знаете, могу... Честно, бескорыстно, за полторы тысячи рублей пишите глядости. Да, да, вам в голове не укладывается. Георгий, прошу, давайте. Полторы минуты сейчас, Георгий Янц, да, ваш. У вас даже в голове не укладывается, что люди могут жить иначе и работать не за деньги, а за идеи. Вот я, к сожалению, или к счастью... Слушайте, уважаемые. Так можно же... Хотите после хирурга поехали ко мне домой и посмотрите, как я живу. Элементарно. Да нет, я сейчас не о вас говорю, я говорю о вашей партии. Ну, почему тогда? Не о чём? Дайте мне вот это сказать. Поэтому, когда вы начинаете вот какие-то пытаться... Я вам сейчас говорю, что я получу в лучшем случае, может, мне ещё премию выпишут, надеюсь. Всё. И поэтому давайте ещё раз договоримся. То есть, ведь что получилось? Почему такая статья получила такой ещё резонанс? Я, может быть, волей-неволей, я с вами согласен, что статья не блеск. То есть, я гораздо лучше писал. Но просто я угадал то, что думают люди. То есть, которые формулируются, стоп, одним словом. Достали. И когда в вашем заявлении, простите, вы пишете от имени всего общества, вызвало справедливое негадание общества, несмотря на всеобщее возмущение и многочисленные требования общественных организаций, это откуда-то сплыла коалиция за нравственность. Это вообще, знаете, ему нерастяжимо. Это стоп. Моя статья сделала одно благое дело. Она объединила журналистов с разными политическими взглядами. Я что подумал? Можно мне досказать-то? Вот что же вы... Согласны, что у Шевченко и у Венедиктова разные политические взгляды? Согласны или нет? Да или нет? Вот да или нет. На одной поляне, но разные подходы, я бы так сказал. Давайте начнем сейчас. Шевченко, Венедиктова... Если можно, если можно. Диман, можно реплику нашего слушателя? Вот к вам, Георгий, обращенный. Слабо сказать, дамы, если я чем-то вас оскорбил, простите бога ради. А то какая-то пацанья... Ну, вот он так выражается, пацаньячья торговля идет. Детский сад. Послушайте, ну, уже тему с извинениями все ясно. Что мы вынуждаем? Не хочет, не надо. Я просто хочу сказать прогноз. Можно мне это сказать? Да, пожалуйста. Мне задали вопрос. Я всегда с любовью, с уважением относился к слабому полу. Если для них вот это прямо настолько смертельно, что они вот жить уже не могут без моих извинений, что им это поможет в этой жизни, вот как гражданин, как мужчина, я готов извиниться, но как журналист, подчеркиваю, который отвечает за каждое свое слово, извиняться не собираюсь. Как мужчина, оговорки со словом, если меня... Михаил, комиссия по этике, пишет, 46-й, должна проверить Исаева на наличие угроз для журналистов. Как вы трактуете, как вы оцениваете вот первые сообщения в Твиттере Андрея Исаева в желтой газетенке, мерзкий, подлый, грязный наезд, ну и так далее. Мы все помним, тут точно не забудем. Обозвав журналистами каких-то, не журналистов, а обозвав тварей просто. Написал слово тварей. Я считаю, что у меня одна позиция. Эмоциональный такой сплес Исаева, моего коллеги Андрея Исаева, он вполне... То есть он соответствовал той ситуации. Это другое дело, другое дело, что, конечно же, являясь публичным политиком, надо было постараться, постараться, сдержать себя в руках. Но это была реакция на защиту женщин, не собственная там самооборона. Поэтому прогноз хотите? Короткий прогноз. Вот крайне во всей этой истории МК сделает, уважаемый автор статьи. Не будет отвечать, конечно, Гусев. Как? А что сделает? Я так... Подожди. Что значит крайним сделают? Я так думаю, что редакция максимально постарается дистанцироваться от той публикации, которая была на самом деле наверняка согласована с редакцией МК. Это прогноз Михаила Маркелова. Георгий Янсваш, прогноз вас сделают крайним. Редакция открестится от вас. А вы что? Вы чувствуете поддержку редакции? В данный момент, безусловно. Знаете, я, в общем-то, честно скажу, с Гусевым знаком очень-очень поверхностно. То есть только в последние дни я стал как-то с ним. И вот та его позиция, где, в общем-то, он однозначно и, в общем-то, высказал мне поддержку и подвергается гораздо большей опасности, чем я, ему действительно есть что терять, в отличие от меня, кроме своих цепей. Вот. И я думаю, что так. А потом, с другой стороны, я знаю всегда, на что я иду. То есть вот такие угрозы, это не первые ко мне. Ко мне бандиты приезжали от депутатов. Ну, вам не угрожает никто, поверьте. Не я. Я слышал в моих словах угрозы. Нет, я говорю сейчас об Исаеве. Да, мы спорим, я опанирую. Нет, нет, мы меня спросили. Я бы с удовольствием кое-что сделал, но не буду это делать. Вы понимаете, как... Учитывая, что у вас трое детей, тем более. Видите, уже хорошо. У меня не все взрослые, они сдачу дадут. А, понял. Тогда, да. У меня тоже взрослые есть. У меня внучка уже есть. И две даже. Вот я вам желаю... Привет, внучка моя. Можно передать? Можно. А может, доброты немножко. Вот я вам желаю, что ваши внуки, что ваши дети никогда не испытывали такого унижения, такого чувства вот этого глубокого оскорбления. Вообще, вот говорят, ни за что. Да ни за что. Любое оскорбление, оно неприятное. Как вот испытывали, наверняка. Просто сильные женщины. Наши женщины. Михаил Маркелов, Георгий Янс в студии Русской службы новостей. Минута рекламы. После вашей звонки 788-107-0 Телефон в студии. Какую позицию вы поддерживаете? Кого из гостей? И почему? 788-107-0 Своя правда. Каждый выскажется. Итак, в студии Георгий Янс и Михаил Маркелов. Кого поддерживаете вы? 788-107-0 Телефон в студии. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, приемник потише и коротко. Ваша позиция. Моя позиция, да. Почему, уважаемые господа Маркеловы, не сочтут за окрабление и не вступятся за честь моей жены, многодетной женщины, двух дочек, которые родили мне внучку и внука, и 30 лет проживающих в общежитии. Хотя стоимость квартиры меньше, чем одовое содержание одного депутата Госдумы. Где эти офицеры? Где, Михаил? Крик души, но вот надо с каждой конкретной ситуацией просто разбираться, потому что такой вопрос, но обратитесь, обратитесь, я посмотрю, потому что если вам положено жилье, сейчас просто немножко в другую плоскость уйдем, уйдем, я постараюсь помочь. Мои седаны открыты, на сайте, вы заходите на сайт Госдумы, там есть все телефоны, обращайтесь, я с удовольствием с вами встречусь. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, Николай зовут меня. Да, Николай, прошу. Я вопрос к депутату. Во-первых, депутатов народ не избирал, их выбирали, выбирали не народ, а выбирали за что? За деньги, за постель, там это когда-то строится. И второй у меня вопрос, если так обидели, что их обозвали, их напрямую никак не обозвали, вот почему не поставят вопрос, когда несколько дней назад Жириновский беседит ветерана, а приравнял гитлерцам, сказал, что если обратиться в совет ветеранов, все там должны избить. Несколько дней назад он всех обозвал пидорастами, высказался нецензурно, почему это не совет? Он обозвал столько людей, весь народ, и ветеранов положил на ветеранов даже, войны. Вы знаете, ну вот, уважаемый, я честному скажу, я послушал, как я могу отвечать за Владимира Вольфовича, пригласить его в студию, задать ему эти вопросы. Он в нашей студии выражался, в том числе, не учиться. Я имею ввиду, я имею ввиду, ну, ваш коллега. Ну, что, подчеркиваю, подчеркиваю, мы едины, мы работаем в одном депутатском корпусе, но у каждого есть своя фракция. Если Владимир Вольфович считает возможным такие методы, да, я эти методы не приемлем, я сам их не использую, вот если ко мне вопрос. Я не использую, но я же не могу сказать, Владимир Вольфович, поди-ка сюда, почему-то в эфире ругнулся матом. Ну, спросите с него, почему вы ругнулся матом. Значит, что-то ко мне обращаетесь. Минуточку, это совершенно другая ситуация. Я тоже не из вашей фракции. Мне другая ситуация. Другая абсолютно ситуация. Я даже не из вашей думы. Я сказал, что я обращаюсь к вам с позиции журналиста. Знаете, какой вывод хочу еще сделать? Один небольшой. Вот здесь тем, что немножко успокоились. Вы знаете, я вот слушаю, и вот в конце, я вначале так был достаточно агрессивно настроен, и я сейчас вот в конце, вы знаете, по-человечески мне вас, честно, жалко. Жалко, потому что я вижу, что вы в какой-то тупик вот попали. Вы сами не понимаете, что вы натворили. Можно я? Но это мое мнение, вы потом опровергнете. Михаил, только у вас 20 секунд. Да, 20 секунд. Потому что, собственно говоря, вы не ожидали такой реакции. Вы думаете, в Думе выступят, побухтят и забудут. Вы не думали, что реакция будет идти дальше? Не забудем, не простим. Нет, не забудем, простим, то, что действительно мы будем отставить свою точку зрения, выйдя уже в публичное пространство. Вот этого вы не прогнозировали. Здравствуйте, как вас зовут, Алёна? Меня Алексей зовут. Алексей, да, кого вы поддерживаете и почему? Я, конечно, журналисты поддерживаю. Вы знаете, вообще, я не понимаю, откуда такая ярость у депутата, который у вас в студии, и тем более у этого Исаева. Вообще, во всем мире власть под микроскопом, извините. Это первое. Во-вторых, что за манера? Там сразу прятаться за то, что они видели женщины. Они депутаты, они функции. Причем тут женщины, раз они женщины, пускай дома сидят. Раз они депутаты, раз у них квартиры по 3 миллиона долларов, извиняйте, ребята. Да, вы знаете, опять-таки, какая-то позиция не мужская. Чего, по половому признаку людей пытаетесь сейчас здесь разделить? Вы, не я. В общем-то, они делятся по половому признаку. Нет, я имею в виду дискриминация, дискриминация по моему признаку. Вы поймите одну простую вещь. Мы все вместе защищены Конституцией. Почему одни можно, а другие за это не должны отвечать? Я уже, да, Георгий, прошу, 20 секунд. У вас еще есть депутатский иммунитет, то есть, чтобы вас привлечь к ответственности, это надо, наверное, танком пройти. Мы уже должны подводить итоги. Я запущу финальное голосование по итогам дискуссии. С кем вы из наших гостей? Если вы за Георгия Янса, номер 916-55-81, вы поддерживаете позицию автора статьи о политической проституции. 916-55-81. Не забывайте код 495 набирать. Если вы за депутата Михаила Маркелова, который отстаивает интересы упомянутых в этой статье женщин-парламентариев, то ваш номер 916-55-82. 916-55-82, также с кодом 495. Каждому из наших гостей по 107 секунд, чтобы подвести итоги. Давайте сейчас, Георгий, с вас начнем. Ваши 107 секунд звучит гонг. Что я хочу сказать? Знаете, есть такая вещь, что депутаты Госдумы по отдельности замечательные, умные, даже образованные люди. Как они собираются вместе, они превращаются в то, что оговорился Познер. Но если у Познера это была метафора, то сегодня это как медицинский факт. То есть люди в общем-то всегда проявляют, что они действуют на законных основаниях. Да, я всегда говорю, но у этих законных оснований есть один знаменатель, бесстыдство. Бесстыдство законных оснований. Вот этот апофеоз бесстыдства проявился в недавнем заявлении некой Раисы Карамазиной. Никто, она 10 лет в Госдуме, никто о ней никогда не слышал. И мы теперь только о ней узнали, когда женщина попросила прибавку к жалованию, что она приравнена к рангу министра, а получает меньше. Ну, слава Богу, нашелся в Госдуме разумный мужик, который ее немножко остановил. Ну, ведь вдуматься, что вот насколько надо быть бесстыдным, бесстыжим человеком, чтобы во всеуслышание заявлять об этом. Вот о чем надо говорить. То есть люди уже, понимаете, я допускаю, что все у них на законных основаниях. Но эти законные основания только для них. То есть в этом заключается некая безнравственность, аморальность. То есть, понимаете, им можно все по закону. Мне, чтобы по закону что-то сделать, я должен обегать и тысячу инстанций, даже мне, наверное, еще тяжело. А сколько людям, которые, ну, нет таких возможностей, даже как у журналистов. Вы даже вот не представляете. Знаете, это глухая стена. Чтобы добиться чего-то, мне приходится иногда какие-то вещи решать. То есть я, как журналист, выполняю функцию социальной помощи, скорой помощи. Там бабушкам помогаю, помогаю с лесом и так далее, и так далее. И вот я хочу сказать одну вещь, что нужно не обижаться, а посмотреть на себя со стороны. Георгий Янс, вы его поддерживаете 916-55-81 с кодом 495. Вы против этой позиции? Вам ближе точка зрения Михаила Маркелова. Ваш номер 916-55-82. 916-55-82. Звоните. Код тот же 495 и 100 секунд Михаилу Маркелову. Прошу, звучи гонг. Нужно не обижаться, нужно посмотреть на себя со стороны, в том числе и представительные средства массовой информации, которые претендуют на истину в последней инстанции, которые являются сегодня реальной, реальной, подчеркиваю, четвертой властью, которая формирует общественное мнение, на которых тоже лежит ответственность за те слова, поступки, я уж не говорю, которые так или иначе вложатся в основу дальнейшей деятельности, дальнейшей публикации и так далее. Мы живем в очень сложное, очень сложное время, когда постоянно звучат фразы «они мы», «свой чужой», когда общество действительно стали разделять по принципу «ты с нами» или «ты против нас». Фрагментация общества неизбежно, неизбежно, подчеркиваю, приведет к серьезнейшим конфликтам. И опыт страшный, к сожалению, исторический, «надеюсь», к счастью, «надеюсь», что он кого-то хоть чему-то научил. Ведь, посмотрите, были испробованы технологии, когда действительно мой оппонент возражает и говорит, что нет никаких технологий. Да как же нету? На Болотной площади была попытка строить по социальному принципу. Дальше у нас была попытка на религиозной почве разжечь ненависть. И последний, самый страшный этап, который может быть, не дай бог, что это произойдет, это межэтническое противостояние. До этого еще не дошли. Но как технологии постоянно вбрасываются различные методы и способы для того, чтобы проверить, как отреагирует власть, как отреагирует общество. Нельзя сегодня претендовать на истину в первой инстанции. Надо быть более толерантными, более сдержанными и уважать себя прежде всего. 916-55-82 вы поддерживаете Михаила Маркелова по итогам дискуссии. Вы за Георгия Янса, тогда 916-55-81. Последние секунды голосования идут. Все, я завершаю его. Я каждое голосование на моей стороне. 89 процентов, 88,9 за Георгия Янса и 11,1 поддержали в этом споре Михаила Маркелова. Я благодарю наших гостей, автора статьи «Политическая проституция сменила пол» Георгия Янса и депутата Госдумы Единоросса Михаила Маркелова. Спасибо, что пришли. Своя правда. Все в равных условиях. Русская служба новостей. Русская служба новостей.